За прошедшие полгода Илья пережил операцию по удалению четырех позвонков и установлению титановых имплантов. Сегодня здоровье мальчика определяется количеством пройденных химиотерапий и наличием препаратов. Сейчас Илюша получает помощь в Киевском онкологическом центре. Ему провели уже семь химиотерапий и 14 облучений. Мальчик уже пережил экватор своего лечения, а надежды на возвращение к жизни обычного подростка крепнет с каждым днем. На данный момент все возможности семьи исчерпаны по финансированию этого лечения, потому что на данный момент нами потрачено больше 300 тысяч гривен собственных средств. Лечение дает результат. Первое обследование, которое было проведено после четырех химий, показало, что та опухоль, которая была, на данный момент отсутствует. Один из препаратов, которые применяются в этой химии, называется Космиген. Он полностью отсутствует на территории Украины, не сертифицирован, но тем не менее активно применяется. Стоимость одного флакончика Космигена составляет 6 тысяч гривен. С учетом того, что осталось еще семь химий, то только на один препарат нам нужно собрать 210 тысяч гривен. Состояние Ильи улучшается. Именно в этот ключевой момент так важно не оставлять мальчика и его родителей на пути к желанному выздоровлению. Не только материальные средства, но прежде всего и вера помогает семье Ильи. Отец мальчика был на личной встрече с владыкой Агафангелом, митрополитом одесским и измаильским, который от лица церкви внес вклад в выздоровление Илюши. Очень признательны церкви, не только за финансовую поддержку, но и за духовную, моральную поддержку. Владыка Агафангел молится лично, сам молится за здоровье Илюши. И я думаю, что с такой помощью Илюша не может не выздороветь. Лечение Ильи поддерживают делами и молитвами. Ведь каждый неравнодушный человек должен пользоваться любой возможностью помочь окружающим, потому что нет большей награды, чем радость в глазах спасенного. Субтитры создавал DimaTorzok